друзья всем привет еще раз сегодня мы с мужем ходили кушать хинкали немножко пару салатиков ереван пандок я сняла вам небольшое видео скажу хочу сказать что там очень вкусно обслуживание просто на высшем уровне где я не бывала в каких странах конечно их не так много но все же такого обслуживания я прям не видел нас обслуживали с несколько прям человек это было самое главное не навязчиво что тоже иногда надоедает до вовремя культурно вежливо аккуратно не мешая разговором так что я им ставлю пятерку или даже 12 баллам по современным баловой системе вот хотела об этом сказать также цен цены точно умеренные я скажу что этот весь стол который я ставлю видео обошелся на примерно 12 тысяч 800 драм обслуживание входит туда я сфотографировала чек кто конечно понимает армянские вы сможете в чек ставлю видео вы сможете оценить так вот это моя оценка этому прекрасному заведению мы всей семьей будем блюдом там кушать спасибо им за вкусную кухню и отличное обслуживание друзья мы с мужем пришли кавказ фондок кушать заказали хинкали салатик это блюдо очень вкусная я никогда не выговариваю правильно ты живжик вроде бы правильно гранатовое вино и ждем еще хинкали и грибы здесь очень вкусный тон я уже почти все выпила он умер у соленый и такой не слишком водянистый советую это место их несколько есть ереване и цены умерные и очень вкусно еще покажу в остальные блюда и также думаю скажу что пацан ребята вот и нам принесли хинкали очень вкусные обычно еще подают черным перчиком но нас просили мы сказали что мы сами посыпем перец очень вкусно и ямня горячие принесли такие вкусные грибы они очень сочные приготовлены на костре и сливочным маслом но там не совсем масло жир тоже немножко обслуживание здесь конечно на высшем уровне сию секунду все делают вот это еще два кусочка сокола осталось видите как мы справляемся и домашнее вино гранатовая сам интерьер музыка не хочет сниматься ну не будет а вот таком месте мы были кушали вкусные хинкали и я правда вам советую здесь отведать именно именно эту таверну в этом районе это за а какая-то улица не знаешь не слышу что говорит адреса вроде бы не вижу